Малаховка Просьбы услышаны. В недалёком будущем парк Малаховское озеро станет многофункциональной зоной отдыха. Набережная, лодочная станция, пляжная и пикниковая зоны, детская и спортивная площадки появятся на месте пустырей, сухостоев и сорняковых зарослей. Эти перемены жители посёлка видят во снах. Правда, к некоторым виды благоустроенного парка приходят в кошмарах. Консервативные малаховчане боятся, что милый сердцу зелёный оазис изменится до неузнаваемости. Власти успокаивают. Все тропинки и опушки останутся на своих местах. Где исторические пляжи, пляжи останутся. Где исторические тропы, мы их оставим, только обустроим и будет проложена плитка, будет освещение. Мы ничего не выдумываем. Мы ставим задачу, чтобы человек мог прийти сам с гостями, с детьми погулять, пройтись, чтобы не было луж, не было грязи, была комфортная зона отдыха. Экоактивисты малаховки готовы пожертвовать комфортом и безопасностью всех жителей посёлка во имя природы. Уже сегодня в парке ведётся очистка от мелколесия и больных деревьев. Спецтехнику здесь считают незваным гостем, а санитарную вырубку – браконьерством. В лесопарке только 20% может быть деревьев, которые срублены. 80% – сохранение природного ландшафта. На каком основании в квартале 66 снесено такое огромное количество деревьев, причём не больных? Сделана лесопатология. Есть порубочный билет. Мы ни одно дерево без согласования с лесниками к нему не прикасаемся. Благоустройство не только не навредит природе, но и, напротив, поправит порядком пошатнувшееся здоровье лесопарка. Впервые за полсотни лет Малаховское озеро и русло реки Македонка очистят от мусора. Проект уже включён в программу «Экология и охрана окружающей среды Подмосковья». Начало работ назначено на июнь, но активисты напоминают – Малаховский парк – жемчужина городского округа Люберце. Наше Малаховское озеро и наш Малаховский лес – это оздоровительный центр живой. Наш лес Малаховский – это наши лёгкие. И лёгкие – это, извините меня, ещё Москвы, столицы. От зелёного оазиса осталась только светлая память, уверены малаховские реалисты. Они единогласны во мнении – лёгкие посёлка срочно нужно подлечить. Вместо оздоровительного центра под открытым небом они давно видят территорию забвения. Я с детства здесь как бы нахожусь, никаких животных и экосистемы уникальной не увидела. Последние годы то, что я здесь вижу – это развальные деревья, пикники, пьяницы, алкаши валяются на пляже, причём в любое время года. Таким Малаховский парк видят жители улицы Электропосёлок, а не его ближайшие соседи. По грунтовым тропам каждый день ходят на работу и домой. Когда вокруг проекта реконструкции разгораются споры, настаивают – благоустройством парк не испортишь. Мы надеемся, что это будет очень красивое место с мангальными зонами, с лавочками. Надежды, конечно, были маленькие, но сейчас они возрастают с каждым днём. И парковая зона должна быть, и дай бог, что это всё получится. Первый этап благоустройства Малаховского парка планируют завершить в начале 2020 года. Активные жители посёлка войдут в рабочую группу по вопросам реновации. Также её участниками станут представители администрации, общественной палаты и лесничества.